Резиктоскоп, которым хирург выполняет операцию, он вводится в тело пациента. Соответственно, после того, как инструмент введен, хирургу необходимо в этот специальный узел держателя зафиксировать его. После того, как эта фиксация произошла, получается, полностью удержание самого инструмента происходит уже не хирургом, а роботом. Идея разработки хирургического робота для проведения малоинвазивных операций с помощью инструментов-резиктоскопов появилась 10 лет назад после встречи с врачами. Активизировалась работа специалистов кафедры в 2018-м. Благодаря программе внутренних грантов университета появился экспериментальный образец. И уже группа молодых ученых запатентовала систему слежения за положением пациента на операционном столе, что предусматривает четкое выполнение хирургических манипуляций и обеспечивает безопасность человека. Вот ось этого привода и ось этого привода, они пересекаются в одной точке, это точка входа в тело пациента, скажем так. И если пациент начинает как-то сдвигаться, а по ходу операции, даже не находясь под наркозом, пациент все равно шевелится, то мы с помощью специальных датчиков это отклонение фиксируем, и специальный трехпозиционный привод позволяет это отклонение убрать. Работу специалистов кафедры информатика и управления в технических системах можно разделить на две части. Первая – одушевлять железо, разрабатывать методы и алгоритмы, которые позволяют выполнять задачи без участия человека. А вторая – воплощать теоретические разработки в умные машины. В реализации прикладных проектов помогают фонды фундаментальных исследований, национальные программы. В 2021 году Севастопольский государственный университет стал победителем крупнейшей программы господдержки российских вузов «Приоритет-2030». В ее рамках учебное учреждение уже получило 100 миллионов рублей, а также более полумиллиарда ежегодно в течение 10 лет. Усиливает роль отечественной науки, повышает квалификацию управленческих кадров, а также привлекает молодежь и национальный проект «Наука». У нас в городе он реализуется путем создания научного образовательного центра по названию «Море агробиотех», в рамках которого объединены усилия правительства города Севастополя, правительства Республики Крым, 19 организаций реального сектора, производственники и 9 научных организаций. Оцифровка объектов культурного наследия под водой, исследованием ресурсов моря и дна с помощью машин – еще одно направление, которым занимаются специалисты лаборатории робототехники и интеллектуальных систем. Один из громких и успешных проектов с компанией «Андроидная техника» – проект по созданию подводного манипуляторного комплекса системой технического зрения на основе робота САР-401. Принцип управления – повтор андроидом движений человека, оператора, одетого в специальный костюм. «Андроидная техника разрабатывала манипуляторы, а мы разрабатывали систему технического 3D-зрения для того, чтобы можно было не только в копирующем режиме управлять этими манипуляторами, но и в автономном режиме выдавать целеуказания. Соответственно, система технического зрения полностью могла обнаруживать объекты в рабочей области манипуляторов, указывать их координаты и тем самым давать целеуказания для манипуляторов». Проект длился три года. Ученые достигли существенных результатов и, что немаловажно, получили практический опыт реализации на глубине 10 метров. Однако на достигнутом не останавливаются. И следующий шаг – опустить робот до отметки 600 метров. Наталья Шульгадин и спрошу новости Севастополя.